Воронцовский дворец – памятник архитектуры национального значения. Это одно из самых любимых мест не только одесситов, но и гостей города. Сегодня это здание, как и колоннада, нуждается в реконструкции. Уже выполнена проектно-сметная документация по предстоящим работам. Она получила положительное экспертное заключение. Подрядчик был определён по системе Прозора. Сами же работы начнутся с 22 мая, а не с 16-го, как предполагалось ранее. Ввиду того, что у нас сегодня в городе снимается фильм об нашей Одессе, и попросили представителей руководства, участвующих в съёмках, так как у них ряд кадров предусмотрены здесь, в этой зоне, где мы сейчас с вами находимся, в районе колоннады, в районе Воронцовского, Андорса, Приморского бульвара, выполнять съёмки. Перенести до 22-го числа. Работы по реконструкции будет проводить ООО «Одесса Коммунэкология». По первому тендеру им уже выделили 5 миллионов гривен. Однако, скорее всего, смета будет меняться. Пока что чёткий план действий намечен только на текущий год. Планируется выполнить работы по сохранению здания Воронцовского дворца, ремонт крыши, фасада, восстановлению естественной вентиляции здания, замене остеклений, гидроизоляции фундамента, благоустройство территории с смощением дорожек, освещением и озеленением. «Если на дворце будет принято решение восстановить фальцевую кровлю, значит, мы в этом году успеем её восстановить, и она уже в 8 в сезон дождей мы войдём с готовой кровлей. Плюс заменены будут окна, двери и произведены фасадные работы». Что касается непосредственно колоннады, то предстоит очень кропотливая и осторожная работа. Учёным нужно восстановить устойчивость фрагментов потолка колоннады, используя материалы, которые применялись во время её строительства в XIX веке. Кроме этого, сложность при реставрационных работах состоит в том, что постоянно выясняются новые детали. В частности, по проекту планировалось заменить кровлю колоннады на металлочерепицу. Однако при начале работ выяснилось, что аутентичным материалом был шифер. Работой принято решение начать именно с колоннады. «Начиная от демонтажа крыши, перекрытия, элементов замены, которые пришли в негодность завода эксплуатации и подтекания и так далее. Восстановление в первозданном виде и самих несущих конструкций, покрытия и потом косметический ремонт и элементов отделки». Точные даты завершения реставрационных работ и благоустройства прилегающей территории пока не называются. Закончить планируют в 2018 году. Однако всё будет зависеть от задач, которые будут появляться в процессе работы. Специалисты уверяют, спешка в этом деле ни к чему хорошему не приведёт. «Одействие должна привыкнуть к тому, что работы не должны подгоняться постоянно к сезону туристическому. Если все работы будут вестись к туристическому сезону, если постоянно будут ставиться какие-то сроки, забудьте о качестве реставрации вообще в городе. При техническом состоянии зданий это вообще будет невиально». Будем надеяться, что очередная реконструкция не затянется на долгие годы. И совсем скоро мы вновь сможем любоваться красотой и величием Воронцовского дворца и колоннады.